Приветствую любителей военного ремесла! Сегодня мы посмотрим любопытнейший матч, который произошел между Фокусом, который играет за Орду, и неизвестным Ночным Эльфом. Если честно, я спрашивал у админа, который залил этот реплей, кто это такой. Он сказал, что он сам абсолютно не знает, но при этом абсолютно уверен в том, что это профессиональный игрок, может скорее всего даже бывший, учитывая по его манере игры. То есть, грубо говоря, он поступает как сильный и хороший игрок, думает как сильный и хороший игрок, но при этом немного у него, можно сказать, оудскульная мета. И, собственно, это круче всего проявляется в героях и в том, каких юнитов он собирается выбирать. Матч прошел недавно, буквально вчера. Как мы видим, Орк Фокус, который сейчас считается, ну, в худшем случае топ-2 Орком мира, потому что он оспаривает это звание прямо сейчас с Лином, Лин нестабилен, Фокус стабилен, с другой стороны, Лин может играть круто, а Фокус выше головы своей прыгнуть не может. А против него играет Эльф, который первым героем берет Охотника на Демонов против Орков, и я уже очень давно такое не видел, видел это только в оудскульных реплеях, там, десятилетние давности, и все в таком духе, потому что когда-то давно этот герой был абсолютно дефолтом до эльфов, до того, как год назад улучшили Хранителя Рощи, и мета радикально поменялась. Но, в древние времена Охотник на Демонов был слишком хорош, и здесь, на карте Туисад Мэддал, где, казалось бы, взятие Хранителя Рощи абсолютно естественно, потому что чем больше карта, чем больше она предрасположена к макро, тем сильнее себя проявляет Хранитель Рощи за свои мобильности и к потенциальной возможности сделать все, что угодно на карте. А здесь же мастер клинка, это оудскул, оудскул вам, ребята, так что на это будет любопытно посмотреть. Любопытная застройка при этом от фокуса, такая прям змейка своеобразная, видимо он собирается крипить, у него будет какой-то непредсказуемый, неожиданный крипроуд, или что в таком духе, то есть маршрут криппинга, скорее всего он пойдет, не знаю, сюда бежать как-то сложно, скорее всего он будет пытаться выманить каменного голема сюда, для того, чтобы он тут закрыт, но скорее всего так и будет, да. То есть сейчас он будет отманивать каменного голема сюда, потом его закроют с двух сторон и будет убивать его, тем самым получив предмет и очень много опыта. Ну да, вот, все правильно, так и есть. Ну в принципе это стандарт, но фокуса как-то это не получилось сделать. Обычно это не так делают, обычно его сюда аж отгоняют, чтобы была возможность точно его закрыть, а здесь какая-то экспериментальная застройка от фокуса, и она не оправдалась, потому что там был, как оказалось, проход, и немного не там стал мастер клинка. Это было действительно обидно. Крипится в это время Охотник на Демонов, выпадает ему хороший артефакт, Рог Ветров, плюс две брони всем юнитам. Этот артефакт всегда хочется иметь в любой расе, любому герою, в любой ситуации, потому что две брони это халявное улучшение для защиты, так что почему бы и нет. Мастер клинка, конечно, начинает очень плохо в этом матче, потому что он не убил каменного голема, соответственно, он всего лишь первый уровень, его почти добивает Охотник на Демонов, использует он порошок, соответственно, его может догнать, если бы у него был бы сапоги-скороходы, но он их не купил, хотя при этом он крепил магазин. Видимо, ему в момент того, как он находился рядом с Гоблинским магазином, не хватало золота. Уже делается тир-2, Охотничьи зала пока что не ставятся, Орка также заказывается тир-2. Скорее всего, Орк удивлен, увидев Охотника на Демонов, поэтому у него резко должны поменяться планы, он должен играть совершенно по-другому. А в свою очередь, Эльф докрепливает спокойно Гнова, получив ей опыт и предметы от своего врага. Мастер клинка вынужден просто бегать и восстанавливать себе здоровье с помощью мази. Ему больше ничего другого не остается. Оставятся дополнительные колодцы, Ученица подходит к таверне, я думаю, он увидел, он просто прибегает разведывать, что, где, когда находится. Он так-то знает, где находится его враг, Орк же, в свою очередь, может только догадываться. Скорее всего, учитывая, что он увидел здесь древо войны, он знает, что, скорее всего, база Эльфа находится здесь. Ну и просто разведывают, какие точки остались, отводят лагерь наемников. Видимо, будет попытка сейчас его закрепить, учитывая, что у него два бугая, он мог это сделать, но наличие соседства вражеского героя не позволяет ему это сделать, так что он просто отвел, по сути, просто так. Ставится магазин, видимо, для того, чтобы восстанавливать себе ману, плюс еще купить Жезу возвращения, когда у тебя герой вроде охотника на демонов, это важно, потому что он сражается в ближнем бою, из-за чего может быть большой опасности, в случае чего его нужно спасать. Хорошая разведка от Эльфа, просто обратите внимание, везде у него лучницы, везде у него светлячки, везде у него вся разведка, он все видит, все подходы к своей половине, все подходы к своей базе. Очень хорошая разведка от Эльфа, приятно глазом на это смотреть. А вторым героем в это время заказывается ложь Тауренов. Любопытное решение, но его аура плюс его топот очень сильно решает в битве, и к тому же у охотника на демонов не получится выжигать ману сразу двум героям. И, в очереди, Эль уберет сам патриистского пиловара. Обычно берут эльфы вторым героем, когда в оудскульные времена брали героя вроде, например, Повелителя Зверей, потому что орка очень дорогое рассеивание, и можно этим пользоваться, чтобы формировать фронтлайн для своей армии. Но пантеристский пиловар тоже очень хороший, у него много урона, тем более взрывного, и по площади, тем более его усилили в последнем патче. Так что почему бы и нет? Крепкий герой, который может принимать большое количество атак врага, при этом наносить много урона всей армии противника одновременно, под парами, под дыханием, все в таком духе. И тут мы видим Т3 и Древо Ветров, только одно, скорее всего, скоро будет заказано второе, а вот и оно. И это, получается, у нас выход в Друида Ворона, аутскульная очень стратегия. Я часто задаюсь вопросом, почему эльфы ею совсем не пользуются, в наше время. То есть я могу понять, почему популярный хранитель рощи, потому что он просто слишком хорош, но почему совсем никогда, вообще никогда не пользуются Друидами и Воронами, это, конечно, для меня загадка. Все-таки стратегия по-своему сильная, если ей умеет правильно распоряжаться. И даже с хранителем рощи потенциально это может сработать, потому что хранитель рощи может формировать фронтлайн из тех же самых энтов. И можно, например, там хранителя рощи первым, охотника на демона вторым, или наоборот. Это все рабочая стратегия. Потенциально, по крайней мере. Пандрийский певар получает трое уровень, есть у него свиток зверя, третий уровень тоже к нему приближается, на него немного воинов из лагеря, для того, чтобы у него были лишние воины, которые могут уносить урон. У орка вообще армия, конечно, значительно больше, 46 лимита против 31, но пока что они не собираются воевать, Брюссельф просто форсирует свои технологии, и вот, собственно, сейчас начинает переходить в более технологических юнитов друиды Ворона, плюс еще делает для них адептство. Скоро будет Т3, так что будет мастерство. Фокус 100% догадывается, что там происходит, он уже добавляет много сужителей предков, для того, чтобы рассеивать тайфуны. Также волчьев всадников делает, в общем, стандартный орочий лимит, такой, лестандарто. Единственное различие, это, конечно, то, что Таурен вторым героем. Но топот против, точнее, волна, волна против друидов Воронов, это очень хорошая способность, которая позволяет наносить много взрывного урона сразу же. Ну и топот вообще тоже можно, но волна более приоритетна в этом плане. Какие же побитые юниты у орка, должен мазью все восстановить, охотник на демона в это время развлекается. И на личном телепортаторе, он уходит себе на базе для того, чтобы восстановить здоровье, закупиться предметами. Жезл он не купил, возможно, он есть просто у панды, нет, ни у кого нет. И орк идет атаковать своего врага. У орка армия больше, 49 лимита против 35, он тут полные колодцы. Скоро будет уже мастерство. Так что, надо быть осторожным. Древо войны переследилось себе на базу, видимо, или ее сломали. А нет, вот оно. Видимо, его использовали для того, чтобы закрепить лагерь наемников. Ну вот, сейчас орк будет наступать. Эмпатия по всему войску, хорошие герои, не хватает, правда, третьих уровней, но и так сойдет. Есть свиток исцеления, это же два свитковых исцеления. Но пробивать будет сложно, под фонтанами, под колодцами, под магазином. Орк просто это понимает и хочет уйти, ему надо покрепиться, получить третий уровень для своих героев. Это важный момент. Мастерство у друидов воронов уже есть и просто начинается, точнее, продолжается их массовое производство. Книга ловкости. Для мастера клинка хороший артефакт. Светащак взрывается. Третий уровень для мастера клинка, тир у него есть второй винд волк. Может он путешествовать спокойно. Жезу возвращение есть, свиток исцеления куплен, банка здоровья есть, сфера яда тоже есть. В общем, хорошие артефакты. Видимо, он хочет взять какого-то третьего героя. По стандарту это тинкер. Всегда его, всегда он берется третьим, потому что это сильнейший герой на первом уровне, если брать именно способности. Он ставит завод, производится робогоблины, и это фронтлайн. О, да, волна. Но волна только первая, не хватает пяти единиц опыта. В окружении можно поймать мастера клинка, но у него отвар неуязвимостей, если просто держать его в перманентном полете. Все еще также второй уровень для панды, ему взять каким-то образом третий. Нужно осторожно очень воевать, ставится завод очень далеко, чтобы его нельзя было убить за секунду. В окружении попадает охотник на демон, он может умереть. Жезу возвращение есть, он спасает за последний момент. В окружении хватает третий уровень для вторая волна. Моментально умирает очень много друидов воронов, воздух поднимается, орочи герои и как-то слишком много юнитов теряет. Здесь эльфу нужно быть осторожным. С другой стороны также и орк потерял немало войск. Много богоев, как минимум три штуки, что неплохо. Забыл точку злора поставить для робо-гоблинов. Мало здоровья у охотника на демонов, ему нужно возвращаться, учитывая, что волчьих всадников, точнее один всего лишь волчьих всадников, больше друидов воронов надо, они производятся. Охотника на демонов опять полное здоровье, третий уровень у панды. Как же много урона волна наносит. Ну и в итоге орк вынужден наступить, потому что лимиты уже плюс-минус равные. 46 против 44. Орк чувствует себя не очень уверенно в этой ситуации. Хотя, конечно, у него супер мощные герои. Плюс еще что самое важное, у Таурена много маны, так что он может волны отправлять на друида воронов. Особенно, если будет какая-то хорошая позиция. Дыхание у панды тоже хорошо работает. Правда, восстановление маны остановилось. Но орк в итоге все равно гонит своего врага. В окружении поймали охотника на тему, там Жезл есть, поэтому он моментально отправляется домой, спасается. Здесь проблемы. Единственная проблема у эльфа, это, конечно, урочий герой. Нет уже своего возвращения, панда может умереть. Еще одна сетка. Робо-гоблин наконец-то отправляется в драку. Воздух поднимает соурочий герой от варне уязвимости за мастера клинка. Повезет ли ему на криты? Да он и так убьет, даже без критов, или панда уходит в воздух, поднимает с последнего момента. Волну не смог отправить Таурен. Из этого на последнем здоровье, на последних и так выживает панда. Да, бесконечный полет у мастера клинка это, конечно, фантастика. Видимо, хотят его окружить, но у него вряд ли здесь получится. Учитывая, что рядом еще и оручьи войска, очень побитые служители предков, рабочие, которые уже скоро перестанут принимать в себя урон. Мало здоровья, опять же, от Таурена, но, похоже, он все-таки выживет. 10 единиц здоровья, но у него есть аура, которая позволяет ему быстро передвигаться, и он, скорее всего, отсюда уйдет. Некому его догонять. Был бы там панда, мог бы задувкой попытаться его достать, но нет. Но в итоге все равно орка супер побита армией, а панда уже подходит. У нее здоровья мало, но есть зелье восстановления здоровья. Рабочие падают, служители предков падают. Орк не может просто воевать, эльф уже рядом с базой врага, можно просто подойти и убить линию добычи золота. Много рабочих. Попытаться убить логового орка, особенно учитывая, что у друида воронов магическая атака. Они очень много урона наносят этим зданием. Ну, а теперь он чего-то атакует именно зверинец. Магазин. Вот магазин убийства магазина, это правильное решение, потому что орк очень сильно зависит от этого здания. Возвращается домой кто? А, тинкер, механик. И с помощью уже зололичной телепортации он приходит обратно. Видимо, он хочет именно подраться с армией врага, но тут уже здоровье восстановилось. Плюс-минус лимиты равны. Орк может повоевать. Единственное, что маны не хватает то у Рена, но можно каким-то грамотным херафокусом убийство героя здесь повоевать. Мало здоровья у панды. Он выпивает зелье и из-за этого каким-то образом спасается, но здоровья все еще очень мало. Нужно поднять воздух мастера клинка. Панда не передал жезовое возвращение другим героям. Из-за этого сам погибает. Альф остается без жезового возвращения. Эмпатия массовая по всем войскам. Много волчьих всадников, которые наносят много урона под руином воронам из-за типажа брони, но при этом юниты супер побитые. Не хватает, конечно же, панды, которая может своим дыханием убить сразу же много юнитов. Римиты плюс-минус равны, но учитывая то, какая побитая орочья армия, ему усвоевать совсем не хочется. В окружении хотят поймать троля берсеркера, но скорее всего это не получится. Какие же побитые войска. И при этом магазина нету, что самое страшное. Нету магазина для того, чтобы восстановить здоровье. Ну да. Троля берсеркера поймали, а в это время Тинкер гонится за служителями предков. Убили троля берсеркера, воздух поднимают мастера клинка, окружать его не особо рационально, потому что слишком много юнитов убьет. И в итоге эльф отсюда отступает. Это, конечно, бесконечный полет, это какая-то фантастика. И сейчас нет служителей предков для того, чтобы это рассеивать. Не, все-таки, видимо, отступили, да, но здоровья у них мало. Возвращаться в драку особо не хочется, потому что когда они в астральной форме, их все равно могут атаковать друиды воронов. Можно убить Таурена. У него мало здоровья, но никакого контроля нету. Блоб там панда. Здоровья мало, а у охотника на демона всегда к телепортации он был вынужден использовать. Повезло, хоть что выжил. И в итоге он уходит обратно. Орк каким-то образом смог отбиться. Эльф сделал ошибку, как мне кажется. Ему нужно было заходить внутрь, убивать логово орков, убивать экономику, то это было более грамотным. Да, конечно, скорее всего, орк атаковал бы его в спину, но потери для орды были бы слишком существенные. Ой, делаются волшебные дракончики, эльфы. Решение интересное, специально для того, чтобы они превращались в яйцо и наносили много урона слушателям предков, когда они пользуются своими заклинаниями. Ну и плюс, учить чего, какая-то помощь в непосредственно драке. Панда возвращается, все ее аурой станет проще, сейчас еще у нас все остановит ману и будет совсем все прекрасно. Видимо, эльф решил покрепиться, получить уровни для своих героев, тинки рубы третьей каким-то образом получить, панди четвертой, хотя она не особо идет в драку, видимо, третий уровень ей абсолютно достаточен. Хрустальный шар выпадает, не очень плохо, учитывая, что там есть мастер клинка, потеря дури до ворона обидна, он всего два лимита стоит и не особо много денег, так что не гигантская проблема. Плюс хрустальным шаром можно пользоваться, чтобы знать, будет ли орк ставить дополнительную базу, но для этого есть светлячки. Собственно, эльф это и делает, вот и светлячок. Еще второй куда-то сюда поставить и будет полный комплект. Вряд ли же орк будет ставить какую-то скрытую базу в другой части карты или каком-то острове. Профессионалу так не делают, к сожалению. У эльфа громадная армия, свиток исцеления первый был куплен, от воронью язвимости, хорошие предметы, орка примерно то же самое, два свитка исцеления, есть сфера тьмы для дополнительного урона. Посмотрите на урон мастера клинка, артефакты у него, конечно, шикарные, плюс 6 собаки килл таласа, плюс 6 ловкости, плюс 9 атаки, плюс 6 атаки от сферы, очень много урона. И два свитка исцеления еще, к тому же, на всю армию. Падает зверинец, орк, конечно, страдает, потому что много локово может сейчас потерять, но при этом он врывается в спину, отвратительная позиция у эльфа, так что ему нужно быть осторожным, в сетку ловят массово, свиток телепортации использует патрийский пиловар, но сейчас это гигантский плюс для эльфа. Он потерял всего 2, 3 или 4 дрыда ворона, но при этом сломал ему зверинец, сломал ему еще и получается как минимум 3 логова орков. Еще бы рабочих убил бы, был вообще бэк, джекпот самый настоящий. 49 против 46, но отправляется дальше, крипит, крипится, особенно учитывая, что у эльфа аж 3 героя, то его крипинг очень выгоден. Еще правда охотника на демона подвел бы, чтобы всю ману, весь опыт получали тинкер и пандрийский пиловар. Третий уровень тинкера сейчас будет, да. Какой артефакт интересно выпал. О, робомагии, шикарный артефакт для той же панды, чтобы у него было лишние 90 маны, они лишними никогда не бывают. Это по сути лишнее использование способностей. Лишнее использование дыхания один раз. За 50 лимита не хочет выходить эльф, потому что он копил золото, чтобы он мог покупать предметы, ну и очередная атака на базу врага. Хорошие герои, 4-3-3, это сильно. Орка в Сочи 4-4 вроде как, да. Когда Таурен получит пятый уровень, будет противно, потому что будет третья волна. Мастер клинка тем временем находится на базе, но сопротивление какое-то вряд ли он сможет сделать. Он просто придет под фокус. Эльф сразу же идет атаковать рабочих противников, но не прячется в логове. И сейчас Орх очень хорошую позицию занимает эльф. Тут пробить его будет сложно. Волна, но волна только вторая, так что урона не какое-то астрономическое количество. Светок исцеления от Орка, светок исцеления есть, если что, у эльфа им нужно его использовать. Опять же, сейчас же использовал светок телепортации и уходит домой для того, чтобы спастись. Какие же всадники, вы просто посмотрите на это. Здоровья совсем не осталось. А здесь остались волшебные дракончики и убивают окаляву два овчих всадника. В них даже сетку не использовали. Вот это вот халява. тогда да, таким образом разминую в плюс для эльфа. Вот так вот, комариными укусами. Скелет... Вот это вот утопия, конечно. Скелет смотрит за тем, как орки работают. Наблюдает, защищает их. Вот она утопия. Вечный защитник бедных работяг. Чем закупается? Светок исцеления у него остался. Купил еще один свиток исцеления и все. Пока что. Ну и свиток телепортации, конечно же. 48 против 47. То есть лимиты опять плюс-минус равные. У мастера клинка пятый уровень. Скорее всего, он взял третий криты. Так что вражеским героем не поздоровится, если он в них вцепится, особенно учитывая, что у него плюс 21 урона. То есть в среднем он наносит сколько получается? Где-то под 60 урона за атаку, но это какая-то сумасшествие какое-то. А если критуют, то вы поняли. 200 здоровья просто сходу улетает, это даже учитывая броню. Вот сзади вцепляется, его надо перманентно держать в воздухе, но просто по-другому нельзя. У него есть отвар неуязвимости, но он же не бесконечен. Он отходит, ему мангу как-то восстановить. Сломали одно здание, но это мелочи пока что. Опять же, эльф хочет занять какую-то суперграмотную позицию, ставит завод для фронтлайна. Да, за секунду просто сколько урона наносит. Да, завод падает. Позиция для завода все-таки в итоге была не самая хорошая. Да, отвар неуязвимый, сейчас будет пытаться вырезать. У Таурена нету до сих пор пятого уровня, но тем не менее, четвертый уровень у панды. Много, большие потери для эльфа, но и орк теряет немало. Опять в очередной рост используется и так телепортациям, потому что там слишком сильные герои. Слишком сильные. Возможно, ему надо еще покрипиться перед тем, как воевать. Менять роду войск колоссально совсем не хочется, потому что он столько ресурсов вложил у этих друидов-воронов. О, еще и золотые шахты. Золотая шахта закончилась. 100 золота. И он базу не оставит. О, так макро ситуация экономическая получается за эльфом. Но орка есть золото, будет золотом строить сюда дополнительные базы, а если не хватит немного, то может продать. А у него дерева не хватает. У него дерева не хватает. Но сейчас, да, он отправляется на добычу дерева, после этого пытается поставить базу. Эльф отправляется на криппинг рядом со своей дополнительной базой, он просто хочет гарантировать то, что она поставится. Орк, понятное дело, о том, что она строится. Совсем не знает, но может догадываться. Сам он отправляется на базу врага. Светлячки отправляются на дополнительную шахту. Орк уже понял, что там именно стоится база. Как видите, с двух атак убивает очень легко. С одной атаки и секрет убивает светлячка. Светок телепортации нет у эльфа, это колоссальная проблема, ему нужно будет сейчас бежать. И в это время упадет много зданий, особенно учитывая, что там есть волчьи-всадники. При этом орк еще и зарабатывает. У него же есть грабеж? Да, у него есть грабеж, так что он зарабатывает много денег с атаки. О, господи, здесь Тинкер на пустом месте умрет. Зачем-то он прилетел для того, чтобы умереть. По-другому не скажешь. Итоги, Тинкер сейчас умрет. Он даже завод не поставил. Вот это вот отвратительно. Просто на пустом месте умирает герой. Недооценил мастера Клинкаун. Приходит эльф. Панда тоже сейчас уже здесь будет. Орк в это время уходит. Он уже доволен. Куча зданий сломал своему врагу. Он убил вражеского героя. Хотя нет, не уходит. Хочет все еще воевать. У него побитые волчьи-всадники. Одно дыхание может много чего поменять. Но... Как? Сколько урока? Что? Здесь мастер Клинка может в одиночку просто все зарезать. Отвар невязвимости нажимает охотник на демонов. Продолжает волчьи-всадники просто ломать здание. Теперь отходят. Сжигают ману Таурену. Все-таки у него третья волна и это сильно выкапываются здания эльфа для того, чтобы боевать вместе со всеми. Панде, вы подойти! Дыхание один раз! Вот там свитка исцеления шикарная абсолютно. Но дыхание тоже неплохое. Сейчас скорее всего все орки сгорят от винных паров. Но здоровья очень мало охотника на демонов. Все колодцы пустые. Точнее, один колодец пустой. Больше ничего совсем не осталось. Орка тоже убирает много юнитов. Все красное у эльфа и орка. Здесь все моментально может умереть. Нужно хорошо контролировать. Герои у эльфа страдают. Но особенно проблемный это, конечно, мастер клинка. У него еще полина здоровья и этого достаточно. Если будет вести на криты, то он просто все уничтожит. Там еще и ауру, то у Рена есть. Там мало здоровья остается у охотника на демонов. Пытается его убить. Если он умрет, это сразу же конец игры. Тащат золото. Орк. Видимо, он базу не оставил. А в это время у эльфа уже работает база. Точнее, она поставлена, но не работает, потому что нету там светлячков. И он со всей карты тащит светлячков для того, чтобы добывать там золото. 25 лимита на 25 лимита. Но у эльфа при этом есть здания, которые могут воевать. Большая проблема, что нету колодцев для того, чтобы восстанавливать здоровье. Видимо, здания идут именно защищать дополнительную базу. А здесь служитель предков. Он видит, что здесь происходит. Так что орк будет приходить сюда и отменять базу. Здоровье ману восстанавливает себе орк. Даже мастер клинка уже может воевать плюс-минус. У него уже 300 здоровья. Умирает служитель предков. Может пойматься здесь отворение уязвимости. Сразу же пожимает какая-то плохая позиция для эльфа. Орк может его поймать. Эльфу надо рядом со своими зданиями стоять. Вот прямо здесь где-то... Господи, что же произошло с пандерийским пиловаром? Такой бедный парень. И охотник надеяна тоже себя как-то неаккуратно ведет. Ему нужно рядом с войсками стоять. Мастер клинка вцепляет с его своими когтями. Еще одна волна и погибает. Главный герой эльфов. У эльфов вообще не осталось героев. Ничего нету. Ошибка с его стороны, конечно же. Но при этом есть здания. Ими можно воевать. Одно, что только Древо Вечности и 60-74 урона наносит. То есть это примерно 67-68 в среднем. Что достаточно много. Орг идет зарабатывать деньги. При этом атакует зачем-то героями. Лучше бы атаковал только волчьими всадниками. Денег, понятное дело, у эльфа для того, чтобы восстанавливать войска и героев совсем нету. И выкупать в таверне тоже нельзя. И лимита нету. Отменяется колодец. Взрывается. Орг спокойно отменяет шахту и золото добычу вместе с ней. Поднимает воздух мастера клинка. Очень далеко здание. Это вот проблема, конечно же. Вместе с зданиями можно было бы защищать. Если бы сразу пошел бы просто здесь, стоял бы АФК вместе со зданиями, то может быть у эльфа еще и был бы шанс. А так здесь будут придумать что-то действительно сложно. Маны совсем уже не осталось у Друида Ворона. Здесь еще и здоровье полное у героя Ворков. Тысяча здоровья у Таурена, 800 здоровья у мастера клинка. Как вообще их убивать? Одно преимущество, что древа могут съедать другие деревья и тем самым восстанавливать себе здоровье. И у них аж 7 брони. Это немало. 30% уменьшения урона. Тут просто игнорируя все, бежит... А, вот они превращаются в воронов и могут прятаться. Герои их не могут атаковать. Нет уж Т3. Соответственно, сверх молнии нету. Единственное, что волчьи всадники, конечно, могут их спустить на землю с помощью сеток. Ну вот, вгрызаются в Древо Вечности и ему бы съесть дерево для того, чтобы восстановить здоровье. Сетка по ворону и он здесь моментально умирает. Проблема в том, что светлячков... А, нет, есть деньги на светлячков, но их просто производить прямо сейчас не хочет, пока еще шахта не готова. Вот так вот, здание эльфов против героев орков. Кто-то... Кто кого. Ну, по крайней мере, Древо Ветров может здесь спокойно умереть. Да. И здесь ничто не спасет. Проблема в мобильности. Деревья очень медленные. Так. Древо Вечности супер плотное, конечно же. Но про Древо Ветров то же самое не скажешь. Одна атака умирает светлячок. Выкапывается Древо Жизни. Вот так вот. Это все, что осталось у эльфа, кроме алтаря. А, здесь еще есть светлячок. Замечает его орк и убивает. У орка нету денег для восстановления здоровья. На землю спускаются вороны зачем-то. И один из них умирает. Остается тут всего последний ворон. У эльфа четыре лимита осталось. Это один волшебный дракончик и один друид ворона. Закапывается Древо Вечности для того, чтобы плести рудник. Но теперь выкапывается для того, чтобы воевать. Вечность это война, говорит Дерево. А не добыча золота. А, у орка есть еще три волчьих всадника. Один из них даже... Только один из них только побитый сильно. А все остальные вполне здоровые. И орк в это время параллельно добывает золото. Ему возможно продать какие-то артефакты или он уже это сделал. Да, он продал почти все, что у него было. Осталось только вот это вот, собственно, собаки кильталасы и когти атаки плюс 9, потому что они слишком сильные. И я понял, эльф решил спрятать свои здания. Как говорится, если ты хочешь спрятать дерево, то спрячь его в лесу. Он воспринял эту фразу слишком буквально. Возможно, он не догадывается, что эти деревья выделяются на общем фоне. Друинтвор, она спрячется и сам может стоять внутри. Ну что ж, план на игру эльфа понятен. Враг его потерял и он не знает, как его найти. И, возможно, психонет и выйдет. Эльф пошел пить чаечек. Орк, видимо, решил покрепиться немного. Точка сложная, можно много здоровья здесь потерять. Хотя, учитывая, что у него мощные герои, это проблемы быть вообще не должно. Ага, древо жизни выходит. Видимо, все-таки надоело и жить в лесу. Захотелось пожить настоящей жизни. Ну да, вся сейчас сетка будет использована на воеводе троллей. Его сейчас убьют. Сколько 220? Кошмар. Это всего с двумя предметами. Представьте, что раньше было. Еще одна сфера тьмы. Ее опять же продать можно и поставить базу. Ведь орка как раз не хватает в первую очередь золота. Дерево он сейчас добудет. Можно поставить дополнительную базу. Или он хочет продать и нанять юнитов. Это тоже опция, конечно. Один светлячок к слову есть. Оплетение шахты почти закончилось. Нет, забудьте. Друидом воронам стоит подойти и воздух его поднять. Вот так вот, оплеухай его. Орк подходит. видит, что эльф выбрался из своего леса и пора воевать. Ну здесь опять же, герои просто сейчас все разрушат. Тем более, оплетение шахты. Убивает друида ворона последнего. Один лимит остался. Ноль лимита у эльфа. Ноль. Падает оплетение шахты. Еще раз упадет. Ну и в итоге он отходит. Древо вечности слишком сильно. Не, ну урона много. Но под общим фокусом оно развалится. Сами видите. 2000 здоровья. Еще Таурен специально настал сзади для того, чтобы нельзя было пройти к деревьям. Или все-таки есть проход. А теперь он хитн ранит. Знаменитый хитн ран деревом. Мало здоровья остается, правда, у мастера клинка. Видимо, юнит дополнительный делается или что? Или он закупился чем-то? Да нет вроде. А, он базу ставит дополнительно. Да. Вот так вот эльф терется до конца. Два дерева. Брата-акробата. Старшая и младшая. У одного аж руки горят от ненависти. Типа, не трогайте шахту моего брата. Ну, отменяет в очередной раз шахту. Золото невозможно добывать. Светачков немного строят и прячут их внутри деревьев для того, чтобы их нельзя было достать. Один Таурен сам со всем справляется. Древо вечности недостаточно сильно. Все-таки там тысяча здоровья и пять брони. 23% уменьшения урона. Это немало, если что. База уже на половину построилась. Мастер клинка в это время восстановил здоровье себе и всем войскам. Ну, по крайней мере, начал восстановление. Пока подойдет, там уже будет полное здоровье. Правда, Таурен здесь страдает, но Таурен есть шестой уровень. Он хочет умереть. Он совершенно не против, чтобы его убили и чтобы его убили в итоге. Били, били и убили. Так что он, наоборот, как это, как дерзкий «БЕЙ МЕНЯ!» Выкапывается древо жизни, уходит, потому что один бычок прогоняет два деревья и они опять прячутся в лесу. Ну, по-моему, это уже фиаско, конечно же. Потому что здесь полностью восстановлены волчьи всадники, Таурен, который не боится умереть, мастер клинка, который продал когти. Ох, ему было больно как от сердца отрывать. И в итоге фокус все-таки побеждает, но матч, как мне кажется, был интересным. Обидно, что вообще этой стратегии мало пользуются на профессиональной сцене. Как мне кажется, все-таки хотя бы иногда мне есть смысл, потому что нам, как зрителям, надоедает смотреть на бесконечного охренителя рощи, базу на Т1, и масс охотницы, масс учницы, хочется что-то другое. И, конечно же, оутскульные масс друиды ворона с охотником на демонов. Это то, что как раз хочется видеть почаще. в любом случае, матч был, как мне кажется, достаточно интересным. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу вообще этой стратегии, ее актуальности на данный момент. Ставьте лайки, если вы хотите поддержать канал, поверьте, это очень важно. И удачи в плавании, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok